Всем доброго времени. Спрашивали, буду ли я все-таки производить бритвы или нет. Отвечу. Если и буду, то в таком количестве и редко. Потому что мне реально некогда. Я реально занимаюсь другими работами. Сейчас, например, я произвожу ножи для генерала МВД Москвы. Также для членов правительства. И поэтому там реальные деньги, реальный заработок. Хотя душевная работа является для меня вот эта. Ну вот, давайте покажу. Хотя видео не об этом. А видео-ответ Олегу из Москвы и прочим, прочим, прочим. Будут очень тоненькие кромочки, узенькие. Термообработка 59 единиц. Это много. Но не настолько, чтобы. Не 64 единицы. И во всем по порядку. Давайте так. Ну что ж, что я хотел сказать. Олег, обращусь все-таки в первую очередь к тебе. Я, конечно, подготовил тут еще одну ответку. Думал, ожидал от тебя, конечно, не такого видео, которое я вчера посмотрел. Да, не такого. Я привык, что ты выдаешь всегда что-то такое, ну, как бы, из неприличного. Ну, все уже привыкли. Ну, давайте согласимся с этим. Все люди говорят, что там могут только закидать кирпичами, как бы. Но что-то так по делу сказать нет. И для меня это было тоже неожиданностью. Я вчера смотрел видео. Ответ твой предыдущему моему видео. Да, ты был прав. Накипело немного. Ну, как бы накопилось. Да, вот одно, другое, третье там, как бы. Ну, давай начнем с этого, что начал, в принципе, не я. Ну, да, уткнул ты меня в мои минусы. То есть те недостатки, которые я там произвел с бритовкой. Я понимаю, но уткнуть можно по-разному. Так ведь? Так. Но там было дерзко. Все это, как бы, предназначено. И поэтому, наверное, вот у меня... Ну, была последней каплей, конечно, не с твоей стороны. А суперзаточника из Краснодарского края. Но сейчас пока не о нем. Я хотел сказать то, что очень удивлен адекватным ответом на мое видео. Мне даже стало немного стыдно. Признаюсь, да. И хочу сказать следующее от себя. Да, я произвожу бритвы не такие, как привыкли все видеть. И матчасть знаю более чем. Вот более чем. Но я прислушиваюсь в первую очередь к людям. А люди хотят твердость. Хотят твердость встали. Вот в чем дело. То есть у них уже есть варианты из мягкой стали. То есть незакаленной. Для меня произвести незакаленную мягкую сталь. То есть вот в клинках. Это вообще просто проще парень репы. И я буду счастлив, если люди скажут, да, давай нам незакаленные бритвы. Давай нам мягенькие, как вот и старые, например, какие-то импортные варианты. Нет проблем. У меня, вот даже не представляете, сколько у меня сразу же делов. Просто стороной пройдет. Просто мой труд будет облегчен, ну, реально, значительно. Но я опять же скажу, что я прислушиваюсь к людям, и они требуют твердость. Они хотят, чтобы бритвка не подсаживалась очень долго. При любой щетине, при любом там состоянии кожи и так далее. То есть я также хотел сказать, что нельзя всех равнять под одну марку. То есть как бы так. Есть люди с разной кожей, с разной щетиной. И далеко не каждому подходит вот тот стандартный, тот вариант, который, например, импортный. Он подходит не всем. Давайте уж быть честными до конца. И поэтому люди ищут лучше. То есть рыба где глубже, а человек где лучше. И поэтому вот я от себя выдаю то, что они не могут найти где-то еще. Вот так вот. Дальше. Я не придерживаюсь канона. Пример, вот тот же клинышек должен быть клинообразный сзади. Оправа должна быть, ну, как бы, вот выглядеть вот так вот. То есть пружинить и все дела. Для меня это не проблема сделать. Но в этом есть большие минусы. Во-первых, я не хочу повторяться. Это раз. Технологичнее и ровнее выходит с клином плоским. У которого идеальная плоскость. Объясню почему. Потому что вы, наверное, замечали, что большинство, вот, например, тех же старинных бритв, давайте возьмем, не попадают посередине в оправу при закрывании. Почему? Потому что нет четких граней плоскости. Нет. И поэтому все так произошло. Это делалось для того, чтобы можно было подогнать к любой оправе любой клин. Вот делается вот это пружинящее оправа, которое в виде пинцетов, вот так вот. И сюда можно воткнуть уже любой клин. И тогда, ну, это универсальность. Вот так вот. В моем случае универсальности нет. В моем случае все образцы индивидуальны и никогда не повторяются. Поэтому я иду другим путем. Если кому-то это не нравится, я же не навязываю. Идите, берите импортные варианты. Старинные варианты, любые, какие угодно. Правильно? Правильно. Вот. Олег, у тебя свои заказчики, у тебя свои, почитатель твои. У меня свои. И каждому свое. Почему у меня появились, например, свои заказчики, те, кто сделал выбор в мою сторону, в сторону моих бритв, потому что они искали большего. Они искали что-то новое, что-то неординарное. И поэтому они пришли ко мне. То, что ты сказал, что не будешь затачивать мои бритвы, да нет проблем. Я, в принципе, людей не бросаю. Даже если у меня нет времени, я все равно что-то придумываю и помогаю им с заточкой и исправлением бритв. Почему я в прошлом видео обозначил Александра Бадулая с Украины? Потому что он затачивает любые бритвы, и у него вообще нет проблем. Какая сталь твердая, нет. Без разницы. Объясню, почему так произошло. Александр, он не просто зациклился в одном каком-то вот этом направлении, к примеру, точить незакаленные бритвы, и все. И вот на этом все. И дальше ко мне не подходите, меня не тревожьте. Нет, в его руки впервые попала бритвка. Опять же, мы его производствовали из дамасской стали. И он сразу же понял, что что-то не так в заточке. И начал интересоваться. И интересоваться он начал серьезно. То есть он расспросил все. Он узнал как, что, на чем, что делать в этом случае. В принципе, он догадался в большинстве моментов сам, что нужно делать. Но все же он уточнял, и в итоге проблем нет. В заточке проблем нет. Просто поймите одно. То есть если вот вы разбирали там ключом на 14 и на 17 старый какой-то там автомобиль, например, там середина 20 века, то вот с этими ключами вы к новому автомобилю даже не подойдете. Так же и с бритвами. Если возможно их заточить одним способом, вот старые бритвы, то вот такие вот бритвы, то есть нового поколения, они затачиваются уже немного, чуть-чуть другими инструментами и с другим подходом. И это все. Ничего тут особенного, такого сверхсложного какого-то нет. Так же, ну что сказать. Как с автомобилем, опять же, давайте приведу пример. То есть вот люди выбирают, к примеру, старые бритвы. Ну, некоторые люди, да. Говорят, что мои это какое-то ничтожество. А некоторые наоборот выбирают мои и говорят, что все остальное хлам. Ну, почему же очень много людей выбирает именно новые, технологичные? Ну, давайте возьмем вот автомобили. К примеру, возьмем вот всех, всех, кто слушает мое видео, смотрит меня там. Вы на каких автомобилях ездите? Давайте я угадаю, ни один из вас не ездит на автомобиле Победа. Старинный, раритетный автомобиль, очень хороший. Хорошие легенды про него ходят, там оцинкованный кузов, все дела. Но почему-то на нем никто не ездит. Все ездят на новых моделях. Усовершенствованных, технологичных. Так же и тут. Почему все люди должны, к примеру, относить к себя к каким-то коллекционерам и любителям старины? Нет. Люди не все такие. Далеко не все. И поэтому выбор большинства, ну или меньшинства, я уже не знаю, как там в масштабах мировых, все-таки в сторону моих работ. Понятно почему. Я объяснил вот выше сказано. Как и, к примеру, можно сказать про бритвы Шеффилд. Да, я не спорить даже и не буду. Шеффилд сделан изумительно. У меня, к примеру, там есть всякие старые образцы валяются. Там английский, французский, немецкий. Честно сказать, ни о чем бритвы. Но Шеффилд, конечно, выделяется на их фоне. Очень просто выделяется. Вот именно в том, как они сделаны. Вот именно та геометрия, которую они делают. Даже не каждую геометрию могу я повторить. Но если захочу, я повторю все. Просто у меня нет желания особого это сделать. Но эти бритвы, они прекрасны. И вот именно Шеффилд мне тоже нравится, Олег. Но Шеффилд, как и прочие старые бритвы, они идеальны для 18-19 века. В нашем веке они устарели. Как с автомобилями, никто же не ездит даже на копейки. Я уж не буду говорить там на Победу, какой-то там еще. Все ездят на новых. Поэтому каждое изделие, что бритва, что автомобиль, каждый для своего века. Олега, комментарии я вчера тоже почитал сегодня. Не знаю там, что еще пишут, добавляют. Мне, в принципе, уже не интересно. Но меня всегда вот это вот выморашивает то, что пишут в комментариях под видео Олега. К примеру, вот все. Враг побежден. Ну, это про меня как бы. Типа я для него стал врагом. Нормально, да? И ему еще кто-то там отомстит, ему отомстят. Ребята, комментаторы, вы кто такие? Вы что из себя представляете? Либо вас из детсада только что выписали, либо что? Ну, вот такую чухню писать. Ну, к примеру, вот мне было бы крайне стыдно, если что-то, я даже близко к этому что-то черкнул. Но это же реально детсад. Да, вы себя сейчас скажете, там у меня, может быть, даже под видео, что там, да я там не прав, туда-сюда. Да, может, я в чем-то не прав. Не бывает людей, которые правы во всем. И в спорах рождается истина. Но писать такую чухню, либо такой комментарий. Я сделал химанализ, только бумажку где-то потерял, показать не могу. Ребят, вот если балаболить, то где-нибудь в другом месте. Это я опять про комментаторов. Химанализ стоит в среднем от 20 тысяч рублей. Если вы там сделали как-то леваком, вы уже украли у того предприятия, в котором вы это делали. Вы уже своровали, вы вор. А в-третьих, мне выгоднее купить ту самую марку стали, которую я озвучиваю, из которой я выполняю данные работы, чем изготовить с какой-то любой другой марки. Не вижу никакого здравого смысла подменивать сталь. Это, если там понятно, там медь и золото, да, там может быть какая-то выгода и была. Но если, к примеру, одна марка стоит, там, например, за тонну 60 тысяч, другая 61 тысячу, то есть вот в таком вот кусочке, например, маленьком, эта разница будет там в каких-то копейках. Единственное, что делает более дорогими данные варианты, то что здесь мощное уплотнение. Пакетная кованая сталь. Дамасская сталь, она всегда пакетная кованая. Только пакет может быть минимален, может быть максимален в объеме изначальном. И сжат до минимальных, минимально допустимых размеров. Поэтому вот такие вот тоже высказывания, как химанализ, там, туда-сюда, не надо. Да, еще, Олег, и те, кто вообще против вот этого всего, вот этой твердости, я выпускал всего лишь три бритвы. Они на сайте были вывешены как М1, М2, М3. И вот именно те бритвы, они были подогнаны по твердости, именно один в один, как батчер английский. И почему-то я только один отзыв получил за одну бритву, что, ну да, нормальная, вполне хорошая бритва. И все. Про остальные тишина. И когда люди выбирали бритвы у меня на сайте, и я им предлагал пример, вот есть такой вариант, так-то и так-то, то они почему-то сразу же выбор перекидывали опять на твердую сталь. И опять же, исходя из этого, я повторяю твердые варианты, которые полюбились моим пользователям. Если мои пользователи, хотя бы там, я не знаю, ну процентов там 30, хором скажут, давай мягкую сталь, давай как на Шеффилд, мужики, нет проблем. Вообще нет проблем. Любой каприз. Я просто возрадуюсь от этого момента, потому что, еще раз повторюсь, для меня это будет намного легче произвести, чем закаленные. Потому что вот эта термообработка, она именно на бритвах, она не такая, как примерно в тех же ножах. Она конкретно сложная. И это очень сильно напрягает. Из-за этого очень часто случается брак. Просто я беру вот там червончик, хоп, в мусорку. Ну, бывает, и поехал дальше. Вот так вот. Но если я не буду делать термообработку, то у меня мало того, что брак вообще исчезнет. я смогу выделываться так, что могу сделать лепесток, к примеру, там, 10 десятых, и он будет максимально тонкий, максимально звонкий, и никогда ничто не хрупнет во время работы, не отломится, не выкоршится и так далее. Вот, честное слово, вы только скажите. Ну, слушать я буду только тех, кто давно уже со мной, кто в моих заказчиках, кто в моих даже слушателях, просто на ютубе. Если вы будете за незакаленную сталь, как на импортных вариантах, ради бога, за счастье. Для меня это будет за счастье. Но если вы хотите тот неповторивый момент с термообработкой, значит, они будут с термообработкой. Та распродажа, которая сейчас на данный момент там происходит, она так и останется распродажей. Почему? Потому что там не все бритвы идеальны. Да, я критику свой адрес, слушаю очень внимательно, и все к сведению беру именно для себя и обудумываю варианты, как избежать каких-то там косяков и недостатков. Но критика должна быть адекватна. Если критика адекватная, по делу, а не какая-то там глупость, то я к ней обязательно всегда прислушиваюсь и правлю. Всегда правлю. Если кто у меня на канале давно уже, пример, вот в ютубе в том же самом, они это знают. Человек сказал, а следующие бритвы уже заточены под него. То есть они все сделаны именно так, как он сказал. А он сказал, например, а я бы еще вот это и это хотел. Следующие уже с такими поправками идут, какими хотел видеть мой заказчик или мой зритель. Поэтому я всегда прислушиваюсь и недостатки я правлю. Но опять же правлю не от себя их, выдаю в основном, а опять же с желания людей, которые пользуются моими работами. Ну, наверное, я вот слишком много тут наговорил. Многие, видимо, уже уснули. Поэтому я отложу их в сторону. Только после этого, когда у меня появится опять какой-то просвет во времени, еще немного позанимаюсь своей любимой работой и соберу в оправы данные образцы и размещу на сайте. Но все, что новое, в распродажу не попадет. Потому что распродажа – это глубокий минус. Глубокий анус, я бы так даже сказал. Я отдаю это не то, что там по себестоимости, я отдаю это ниже себестоимости. Поэтому мне это крайне убыточно. Хотя я на это был готов, я способен на это. Но, опять же, повторюсь, если производить бритвы, чтобы они были неубыточными, нужно брать уголок, то есть сталь-3. Вы выполните из нее незакаленную бритву, тем более эта сталь не закаливается, поэтому она по-любому будет незакаленной. Взять какие-то пластмаски, самые дешманские, собрать поправы, и эти бритвы будут стоить крайне дешево. Но они будут никому не нужны. Совершенно никому. Потому что они будут очень сильно повторять Китай. Поэтому таких работ с моей стороны не будет. Я не вдохновлен делать хлам, брать того, чтобы он просто был. Он уже есть. Его уже сделали из-за меня. И поэтому, те, кто меня ненавидит, пожалуйста, продолжайте меня ненавидеть. Мне все равно. Я хотел еще сказать, что был снова рад повидаться с вами, поговорить с вами, пообщаться, пускай даже в комментариях. С кем-то по телефону мы разговариваем много и часто, кстати. Ну и встречайте спустя, там, может быть, даже недельку, примерно где-то так, вот эти бритвы в наличии на сайте. Всем до свидания. Добра всем. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok